Впервые в рамках ежегодного кадрового форума в Ульяновске состоялся первый слет наставников. Опытные руководители и федеральные эксперты приехали в город, чтобы поделиться бесценным опытом. Перед официальным открытием во Дворце Творчества детей и молодежи развернулась настоящая мастерская навыков. Своими умениями со взрослыми детьми делились настоящие профессионалы своего дела. Например, буквально за 15 минут каждый мог стать настоящим художником, написав невероятный пейзаж. За основу берется работа кистью. Кисть имеет разные поверхности, разный размер и разные состояния. Здесь применяется кисть, которая уже истертая, и, как правило, мы называем ее метла. И вот с помощью этой метелки мы создаем разную фактуру на плоскости, которая передает или листья деревьев, или листочки, например, сирени или черемухи, или, например, если это печатная кисть веерная, то можно делать очень красивые одуванчики. При этом не надо ребенку очень долго сидеть и вырисовывать каждую песню. За это делает кисть. Но при этом он видит красоту, получается, вот все очень здорово и интересно. Вопрос о создании института наставничества был поднят на федеральном уровне еще год назад. Необходимость возникла для развития кадрового и предпринимательского потенциала и занятости молодежи. Наставничество – это сейчас не партийный проект, это проект не для отметки и галочки. Это возможность каждому человеку, который имеет опыт, навыки разного возраста, готов им делиться, но не для заработка денег напрямую, а где-то для релепутации, где-то действительно возможность совместного творчества, где-то это кадры, которые можно себе потом взманить, в том числе. Почему нет? Это интересные проекты для инвестиций. Каждый находит свое. Но наставничество – это как некая связующая нить между более старшими, не по возрасту, а по опыту, с теми, кто готов инициировать, готов создавать. В мероприятие приняло участие более 300 человек. Это действующие наставники с различных регионов и молодые специалисты. Площадка Дворца творчества детей и молодежи стала центром изучения истории успеха в различных сферах и направлении деятельности. Наставничество схемы менторинга, я считаю, одна из самых эффективных методологий, которые помогают другим людям расти и развиваться. Что еще важно, они помогают переходить с одного уровня на другой. Потому что наставник, ментор, он передает не только решения, как сделать, и как у меня было в опыте, он же делится опытом. Он рассказывает, а как он пришел к этому, а какие у него были сложности. Я еще был, когда школьником, у меня был учитель физкультуры. Он мне передавал свой опыт. Потом у меня появился тренер высокого уровня. Но он где-то обретал свой опыт, как молодой специалист, и я как спортсмен. Я думаю, без наставничества будущего просто нет. Будущее наставничества в Ульяновской области определило соглашение о сотрудничестве между губернатором Сергеем Морозовым и Межрегиональной общественной организацией объединения наставников. На сегодняшний день институт наставничества внедрен во всех органах власти, во всех органах местного самоуправления на территории всей Ульяновской области. Поскольку методики, которые мы применяем, вполне универсальны, синтезированы в том числе из бизнес-практик, мы довольно легко вышли на новый эффект развития наставничества. Сергей Иванович отметил опыт региональных предприятий и организаций, реализующих лучшие практики наставничества. По его словам, в области есть все необходимое для создания и развития системы менторинга. Кристина Жакот, Даниил Сурков, новость Ульяновской правды.